Сегодня второй день, так я понимаю, потому что Саша выложил первый влог мой. Мне, честно, он не понравился. Почему? Потому что как странная женщина там себя вела. Я почитала о том, что вы бы хотели. Вы знаете, мы начинаем всё-таки чуть-чуть другой формат, чем вы привыкли видеть от Шапика, от Мартыненко, от... От кого там ещё вы в команде? А, от Бумчика и от Кирюши, потому что я сама по себе другая, да? Это будет кардинально отличаться, хотя иногда будут влоги больше насыщеннее и интереснее. Вот вы все спрашиваете и говорите, почему так скучно, да? Но вы, наверное, от меня очень много ждали, и это большая ответственность перед вами, потому что мне очень понравилось то, что многие из вас прониклись и захотели видеть меня, полюбили меня, хотя у нас дикая страна, если честно, и всё, что неизвестно и странное, мы хотим уничтожить по своей сути, потому что нас воспитывали, что есть красное, есть синее, а если что-то розовое, то он обязательно под какой-то формат надо это поставить. Но большинство людей так думало. И мне приятно, что оказались люди, которые хотя бы меня принимают, хотят меня видеть, хотят меня слышать. У меня такое ощущение, что вы ждёте мои влоги как ману небесную и ожидаете там увидеть какую-то феерию, конфетти и цирк Дюсселей, который приехал бесплатно в Киев. У вас нет таких проблем, как у меня, да, например? И вы поймёте, что у вас в жизни всё хорошо, глядя на меня. Я, наверное, вам и надо. Хоть многие есть, которым я не нравлюсь, многие пишут всякие плохие комментарии, но это имеет право быть, потому что я не 100-долларовая купюра, тем более с нашим курсом, вот, что всем нравится. Только сильная личность, я считаю, и смелая может быть собой, тем более в той стране, где честная толерантность не на первом месте. Мне все стали писать про приветы. Но, ребята, я вам не фабрика, а бирже, чтобы как яйца печатать эти приветы и говорить их. Они, может, будут только раз в месяц. А, единственный человек, кому я хочу сказать привет. Я надеюсь, что Саша это вставит в видео. Это Миша Прохоров. И мы, наверное, в конце октября к тебе приедем в Питер. Вы говорили тебе, что я очень много монтирую. Иногда, понимаете, кому-то мат идёт, кому-то мат не идёт. Я вкладываю какую-то душу в мат, честно. И я вкладываю какой-то свой энергетический смысл. То есть, можно сказать образно, это было невеликолепно. Да кому оно нахрен надо, что это было невеликолепно? Это было ху**ло. И этим всё сказано. Понимаете? Ну, я буду стараться, конечно, меньше употреблять плохую лексику. Вопрос. Ты могла бы рассказать про свою семью, да? Саша, б**ть. Что, мешает? Конечно, мешает. Это дневник пишу же. Будет минут 20. Первый вопрос. И, наверное, самый главный, который меня задают. Когда ты поняла, что ты захотела меняться? Что вы думаете? Что, например, я в 5 лет шла по городу, у меня еб**ла молния. И всё, б**ть, я хочу стать бабой. Да нет, конечно, это было всю жизнь. Просто раньше было другое время. И я очень, кстати, была скромной. Очень скромной. До 20 лет тихо меня обижали, меня очень много оскорбляли за мои губы. Потому что говорили, что я накрасила их помадой. Раньше не было такого слова, как ботекс или герлоновая кислота и закачка губов. И получается, у меня всегда это было. То есть с рождения ты всегда это понимаешь, ты всегда это принимаешь. Но ты не можешь с этим поделиться с другими. Это надо быть очень смелым и храбрым человеком, чтобы сказать, нет, я другая. И, наверное, легче было бы быть геем. То есть найти себе спокойного мужчину и жить с ним. Просто у меня есть знакомые, и я спрашиваю у них. Очень прекрасные, кстати, талантливые люди. Они не хотят менять свой пол. Им нравится то, что они парни, и они встречаются с парнями. Моя семья состоит сейчас на данный момент из одного человека. Это моя мама. Наверное, мне очень сильно повезло, что у меня есть именно такая мама. Потому что не у всех людей есть такие родители, которые поддерживают, которые, наоборот, вдохновляют и которые не запрещают чего-то делать. Когда ты, наоборот, находишься в запрете, как в золотой клетке, нельзя там делать то-то, то-то, то ты, наоборот, хочешь вырваться с неё, с этой клетки. Всё, что я делаю, я делаю ради неё и для неё. Потому что это надо иметь огромную силу, понимать, что твой ребёнок не такой, как все. И, кстати, был один приятный момент, когда меня сняли для плейбоя. Это фотографии, где я лежу на диване. Мама на второй день позвонила и сказала, первое, что она говорила, я была на работе, она сказала, боже, ты такая красивая. И вы понимаете, насколько это ценно и дорого, когда самый близкий человек тебе, тебя поддерживает. Ещё говорит, что да, мы лоханулись, мы родили бабу, а не пацана. Это очень много значит. Боже, Андрей Мартыненко зашёл. Ну, ребята, ну это жопа будет сейчас. Так, ой, шо, я тут разговариваю. Ну, давайте сейчас все зайдём сюда. Ну, пожалуйста. Он решил, наверное, сделать влог не скучным. Это Шапик. Как ты попала в модельный бизнес и как ты стала моделью? Давала в жопу. Неправда. Идите. Честно, я всегда представляю, что у меня первая съёмка будет другой. Не такой, как она сейчас, да, в другой декорации, в другой обстановке. Что я по-другому сижу, с другой, ну вообще всё другое. И всегда это получается спонтанно. Кстати, для меня это было открытие, что очень многие захотели мои влоги. Я столько не хочу, сколько вы хотите. Сидела дома, мне позвонила однокрупница и сказала, слушай, идёт второй набор, на второй сезон Маша и модели. Может, ты туда пойдёшь? Ну, я как-то не придала этому значения. Но мои друзья сказали, давай, пойдём, поедем. И я от фонаря, честно, поехала с ними. Я думала, что там придёт мой друг Никита, который очень хороший сейчас парикмахер. Так вот. А я останусь там где-то. Такую херню написала в анкете там. Ну, это вообще жесть была. И меня отобрали. Я попала в команду Никитюка, Серёжа. Я выиграла шоу Маши и модели второй сезон. Улетела в Париж. Потом в Шанхай, Гонконг. И вернулась обратно. То есть вот мой звёздный путь такой маленький за два года. Когда ты во что-то веришь, оно всегда происходит. Наверное, я с собой не хочу ни в коем случае, чтобы вы подражали мне. Или там, например, тоже хотели стать бабой. Нет, вы 300 раз об этом подумаете. Я никогда в жизни себя не возьму ответственность за вас. Это мучение. Это как ты находишься в тюрьме своего тела. Это так и есть. И я не хочу, чтобы вы смотрели на меня и думали, а я тоже попробую, как вы смотрите на Шапика и повторяете его трюки. Иногда даже смертельно. То есть я не хочу этого. Может, я кого-то вдохновлю быть собой и не обманывать себя. Это самое главное в жизни. Верить в себя и делать то, что ты хочешь. Потому что очень многие люди тебе будут говорить, что ты плохой, ты конченый. У тебя ничего не получится. Посмотри на себя, ты некрасивая. Будь внутренний стержень. И вы чего-то хотите, действуйте. Как мы познакомились с Шапиком? Мы первый раз познакомились с Шапиком у него зимой на тусе. И я подумала, что за дебил. Я подумала, что за... Андрей Мартылиненко был ярче, чем он, если честно. И я быстро ушла с этой тусы, потому что она мне не понравилась. Потому что мне все там не понравилось. Мне не понравилось. Там, оказывается, это был бумчик, который ел таракана. Второй раз мы увидели с ним на проекте. Жанна знает на телеканале TED. Были в качестве эксперта. И я стою вся расфуфыренная, с длинными волосами. Оттуда пригласили мужчин-экспертов. И они мне подошли сами и спросили, а что ты здесь делаешь? И я когда заговорил, у них был, наверное, чуть-чуть шок, что я не баба. И потом мы начали так общаться после этого шоу. И до сих пор дружим. Я, наверное, буду закругляться. Если вы хотите узнать еще какую-то информацию обо мне, о чем вы хотели, чтобы я поговорила, я буду рада услышать всю критику, только конструктивную. Там оскорбление. Ты гей? Или она шо баба? Ну, ребята, я вас умоляю. Я думаю, что у меня умная публика. Я думаю, что у меня воспитанная публика. Простите меня, трансуха Анжела Всеруси, что я матерюсь. Потому что это я. Я не буду себя строить какую-то непонятную особу. Я хочу быть собой. И любовь спасет всех нас. Твою мать, блядь. Как он выключается? Господи, блядь. Отконченный. Блокки, блядь. Господи.